Привет всем, кто заглянул на мой канал. Я вам очень рада. Сегодня я хочу вам рассказать о том удобрении, которое применяю для роз. Это удобрение, долго действующее для всех видов роз, немецкой фирмы Greenwald. Вообще история такова, что раньше я применяла удобрение, так как и сказано во многих источниках, несколько раз за сезон. То есть вначале я вносила азотные удобрения, при обладании азотных составляющих удобрения, где-то в середине сезона фосфорное удобрение, в конце калийное, чтобы вызрели побеги, корни, подготовились к зимовке кусты. Но, вы знаете, этим правилом я пользовалась первые два года. Для меня это оказалось несколько утомительно, потому что всегда нужно отслеживать, когда и что внести, и не забыть об этом. И где-то на третий сезон я начала искать информацию о других удобрениях. Тогда я нашла продаваемые у нас уже в России, во всяком случае, в Москве, удобрения Pacoon голландской фирмы. Производители утверждали, что за сезон нужно вносить всего лишь один раз это удобрение в начале сезона весной и забыть о проблеме. Я попробовала, мне понравилось. Единственным было то, что это удобрение было достаточно дорогим. Но розы цвели, благоухали, в общем, меня все устраивало, было прекрасно. Когда количество роз стало увеличиваться, то, конечно, дорогое удобрение, ну, стало уже, скажем так, накладным моментом. Однажды в магазине две дамы, которые покупали удобрение для роз, они, в общем, меня как бы проконсультировали о том, что удобрение немецкой фирмы не хуже, чем удобрение Pacoon, и по эффективности оно абсолютно такое же. Я решила попробовать. Вот это удобрение, оно было раза в полтора, как минимум, наверное, дешевле, чем Pacoon. Я попробовала. И вы знаете, действительно, я не разочаровалась. Все эти годы, то есть уже больше 10 лет, я применяю вот это удобрение. Единственное, что бывают упаковки, вот здесь преобладание как бы красного цвета в упаковке, а бывает зеленая упаковка и с мелкими такими розочками с изображением. Всегда это 2,5 килограмма. Вот. И под каждый кустик розы нужно всего лишь 25 грамм удобрения. В начале весны нужно как бы сделать лунку вокруг кустика, засыпать туда 25 грамм удобрения. Это очень мало. Засыпать землей и либо пролить хорошенечко, либо просто под действием осадков и влаги удобрение само будет растворяться. Меня это очень устраивает. И решает все проблемы. Вот. Поэтому рекомендую вам это удобрение. Единственное, что сейчас вот я не поняла. Раньше действительно на пачке было написано 1 раз за сезон. Сейчас производители пишут уже и 2 раза можно вносить, и 3 раза. Но на самом деле, когда я вношу удобрения каждый раз в начале весны, я вижу, что некоторые гранулы с прошлого сезона еще даже не растворились. То есть смысл подсыпать это удобрение 2-3 раза в сезон, я не вижу смысла в этом. Удобрение шикарное. Вот. В его составе, сейчас я вам покажу, находятся все компоненты, нужные для роз. Это и азот, и фосфор, и калий, 10, 10, 18, и магний, от которого цветы становятся ярче, интереснее. Оттенки какие-то появляются даже вот некоторые в цвете определенном. В общем, удобрение просто шикарное. Знаю, что в Москве это удобрение самое дешевое, в Леруа Мерлен. Сейчас, правда, их нет, но ближе к весне они будут их продавать. В прошлом сезоне я покупала примерно порядка 570 рублей. В магазинах обе это рублей на 100 подороже. Но то, что вот знаю я, относительно цен. Вот еще раз хочу вам его рекомендовать, потому что если, допустим, 2,5 килограмма, это на 100 кустов роз. Если у вас роз меньше, то вы будете это удобрение использовать несколько сезонов. В общем, концентрированное, шикарное, достойное удобрение. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.